Он был адмирал, звали его Петр Федорович Литке. Он был адмирал такой, настоящий флотский, как сказать, командир. Вот, и он вел дневники. И вот эти дневники, это реальная задача. Эти дневники, значит, сейчас его наследие составляет 4 тома таких. Каждый том, ну, где-то страниц по 300-400. Вот. Обратите внимание, как это писалось. Вот. У него линованная бумага, да, вот видите, все-таки он писал. Писал гусиным пером. Вот. Писал, используя русский язык, а также европейские языки. Точно использовал немецкий и французский. Вот. И чё, зачем, зачем нужно это, ну, не хочется говорить слово рухлить, но зачем, вообще, какой может быть интерес у современного культурного человека к этим текстам? Вы можете в себе возбудить, это не то, что возбудить, а представить себе, что вас это заинтересует. Ваше воображение хватит, но... Вот. Ну, на самом деле, это реальная задача, с которой вот мне, мне сейчас приходится иметь дело. Вот как выглядят эти сканированные страницы. Это документы, которые не опубликованы. Вот есть историки, есть филологи, которые считают, что опубликация этих документов будет вообще, ну, переворот, не переворот, но, во всяком случае, в российской исторической науке будет очень мощным вливанием. И вот, для того, чтобы такие историки могли с этим работать, а чё нужно историку, чтобы с этим работать? Тем более, что это отсканировано. Вот он садится у компьютера и может сидеть и целыми днями смотреть вот эти, ну, уже я убрал, эти замечательные тексты и радоваться. И представляете, какое удовольствие читать эти тексты полторы тысячи страниц там, примерно. Вот. Да. И, конечно же, они с удовольствием бы это делали, если бы у них было много жизней, и вообще было бы всё круто по жизни. Да. Но жизнь одна, и поэтому они говорят, что нам, математики, всё сделают. А что сделают математики? Математики сделают то, что этот текст станет вот в таком виде, отпечатанном на бумажке. И тогда они сядут и будут его изучать. И всего-то нужно сделать распознавалку, которая расшифрует этот текст и превратит его в обычный файл. Правда, там вот правильно вы сказали, есть яти, есть ер. Там четыре буквы. Фита есть и буква И, не знаю, как она называется. И с точкой. Вот. Ну, как вас вдохновляет такая задача? Удивительно. Когда можно подпитывать деньги трудящихся в каком-нибудь банке знаменитом, Альфа-банк, Бербанк, где, конечно же, нормальному математику есть чем заняться. Деньги-то считать, дело серьезное. Хорошо. Давайте мы сегодня начнем с вами, продолжим разговоры про операции над изображениями. Значит, сегодня мы поговорим с вами про изображения, которые называются, операции, которые называются алгебраические операции. Что такое алгебраические операции? Вот это что такое. Во-первых, это бинарные операции. Это операции, у которых два операнда, два изображения. И результат получается в виде некоего нового изображения. Вот здесь нарисована схема этих операций. Две картинки, из них получается третья. Причем, в алгебраических операциях пиксель в результате в образе имеет координаты, соответствующие парой пикселей в прообразах, в двух. И конструируется простейшими арифметическими действиями. Алгебраическими написано. Плюс, минус, умножить, разделить. Все. То есть, берем яркость в первом изображении, соответствующий пиксель, яркость во втором, и из них препарируем, получаем яркость в изображении результата. Вот. И получаем эту яркость с сложением, вычитанием, умножением и делением. И можно было бы на этом вообще закрыть всю тему, но возникает несколько вопросов, которые требуют разъяснения. Во-первых, во-первых, если вы сложили две яркости, допустим, яркость 150 здесь и 120 здесь, получается 270. 270. А у нас максимальная яркость 255. Значит, получается, что операция чисто сложения требует какого-то еще, ну, да, домысливания. Ну, вы скажете, ну, а что там домысливать-то? 270 больше 255, значит, положим 255. Хорошо. Ну, в принципе, такой вариант подходит, но ясно, что это такое сложение вот с некой дополнительной, дополнительной постобработкой. А, ну, что такое разность? Получается, допустим, здесь 120, а здесь 150, получается минус 30. Что такое минус 30? Тоже надо как-то интерпретировать. Ну, тут два есть варианта. Можно взять, допустим, нулем минус 30, а можно модуль сказать разницу. И это тоже надо как какое-то принять решение, и это тоже, значит, вариант интерпретации разный, возможно. Постобработка в зависимости от того, как мы будем, что мы хотим сделать с этими изображениями. Вот. Ну, а когда начинается произведение яркостей или частное отделение яркостей, ну, тут уже, как говорится, руки опускаются. Потому что если, ну, потому что что там, при произведении вы можете получить яркость не 270, а 2700 или еще чего-нибудь больше. Вот. А если вы берете частное, то вы можете получить яркость частное там 0,3, 1,5 и так далее. Что с этим делать? Вот. Значит, нужны содержательные интерпретации для этих операций. Ну, на самом деле, это первый вопрос, все-таки, как понимать алгебраические операции. А второй вопрос, он более важный. А для чего это вообще может быть нужно? Для чего нужно складывать изображения, вычитать и вообще что-то делать? Ну, сложение изображений мы можем сказать, ну, понятно для чего. Вот у нас на одной картинке там этот самый Змей Горыныч, а на другой там Иван Царевич. Вот мы хотим их, значит, на одну картинку собрать. Вот сложим, берем, прибавляем, наверное. Правда, там, где был, у Змея Горыныча рядом был, должен появиться Иван Царевич, а там у него Баба-Яга была, да? Значит, надо как-то с этим разбираться. Но, тем не менее, сложение изображений, вот как их объединение мы можем себе представить. А вычитание изображений, короче говоря, это требует уже специальной интерпретации. Умножение тем более, деление тем более. Вот давайте мы разберемся все-таки с этими операциями, как сделать их более-менее корректными с математической точки зрения. И как их интерпретировать, что они, что они могут, как мы их можем использовать для работы с изображениями, для работы двух типов. Значит, это создание изображений, как синтез. Это, мы говорили с вами, используется в компьютерной графике. И там, конечно, эти операции массово используются. Но для распознавания, как анализ изображений, они тоже находят применение. Вот мы сейчас с вами посмотрим, как это может быть сделано. Значит, начнем мы со сложения изображений. Ну, вот здесь написано, для, вот очень важный, вот пример мы сейчас разберем. Осреднение множественных изображений одной и той же сцены с целью уменьшения влияния случайного шума. Сразу несколько понятий. Какой шум является случайным в наблюдаемой сцене? И как случайный шум, как эту случайность уменьшать ее влияние, да? И для выделения, ну, второе, это не так важно, для выделения содержимого одного образа над другим, создание эффекта двойной экспозиции. Первый пункт важный. А вообще, как вы уменьшаете влияние случайного шума? Вот в вашем, уже, так сказать, уровне университетской подготовки. Что делать, чтобы случайный шум уменьшить? Среднее взять. Как называются эти законы? Больших чисел, отлично, отлично. Конечно же, это осреднение, это большие числа. Вот. И вот у нас такой пример. Снято, снята какая-то поверхность, в смысле, снята какая-то планета, астрономические снимки. И сняты с достаточно, так сказать, малым интервалом времени, так что практически, ну, считаем, что само изображение одно и то же. Вот. И мы говорим, что вот есть помехи. Помехи, которые происходят оптические, электронные каналы, там все это такое. То есть, если мы эти картинки сравним одну с другой, пиксель в пиксель, там вообще ни один пиксель не совпадет. Вот. Хорошо. И тогда мы говорим, что картинку, мы строим такую модель. Картинка представляет собой, вот эта картинка, представляет собой некоторую истинную картинку, которая вот была бы, если бы никаких шумов, все каналы идеально работают, и весь, вся яркость, которая получается, это абсолютно реальная, точечная. И в каждом снимке была бы одна и та же. Так вот, мы говорим, это истинная картина. А на нее накладывается шум. Шум, который представляет собой в каждой, в каждой точке добавляет яркость или, или убавляет. Вот. И вводим понятие, значит, образ и шум. Вот. И мы уже с вами говорили, что такое шум, это все, что искажает истинный сигнал. Так вот, про шум мы делаем, делаем очень такое сильное предположение, но достаточно реалистичное и типовое на самом деле. Что это шум имеет нулевое среднее значение, то есть он может быть вверх и вниз, в плюс и минус. И он может, и он некоррелированный. Что такое некоррелированный? Это значит, что шум, который, вот эта добавка в одном пикселе и в другом пикселе, корреляция между ними, между всеми пикселями равна нулю. Ну, то есть, так вот, на пальцах, если сказать, независимо шумит в каждом пикселе. Вот. И вот если мы теперь имеем вот эту модель, имеем вот эти четыре картинки. И теперь мы воспользуемся идеей осреднения для того, чтобы уменьшить влияние случайного вот этого шума. Это все идеи законов больших чисел. Если сформулировать идею общую закона больших чисел, общую методологическую, суть какая, что если у вас очень много шумов вот в разных действующих, независимо как бы друг от друга, то их, когда вы берете осреднение, то вы можете работать с результатом практически как с неслучайной величиной. То есть, у вас случайная величина. Но от того, что вы все там сложите, поделите и получите результат, который устойчив и который практически, значит, сводит задачу вот случайные результаты, сводит как к работе с неслучайными величинами. Ну, как измерять качество вот таких изображений, как эта планета у нас была там изображена? Есть понятие отношения сигнал-шум. Значит, это мощность сигнала, деленная на мощность шума. И понятно, что чем это отношение выше, тем качество преобразования, качество канала ли, системы ли, которая нам это дело расшифровывает, тем выше. Ну, если у вас это отношение там близко к единице, то это, конечно, очень плохо. Это значит, что шумы абсолютно соизмеримы сразу сигналами, и сигнал искажен очень сильно. А если у вас это отношение высокое, то, значит, у вас хорошая передающая система, хорошая система распознавания и так далее. Так вот, давайте посмотрим в рамках нашей модели, что происходит в результате, а вот в результате чего? А в результате того, что мы возьмем сейчас вот эти вот сигналы, полученные изображения де итые, первое, второе, третье, четвертое у нас, и теперь здесь меняется до четырех. И получим из них среднее. То есть мы сложим все эти изображения попиксельно и поделим на 4 в данном случае. И посмотрим, как будет меняться отношение сигнал-шум. Значит, вот у нас, смотрите, в числителе у нас мощность сигнала S2, S у нас, помните, да, у нас какая модель была, S плюс N. Так вот, S – это мощность сигнала, а в знаменателе мощность, математическое ожидание квадрата вот этого шума. Вот. И вот мы теперь D от X – это будет что такое? Вот у нас каждое изображение было S плюс соответствующее, соответствующее, и это номер изображения, соответствующий шум. И вот мы берем все эти, ну, в данном случае, в примере у нас 4 было изображения, их все складываем и делим на 4. И преобразуем вот это вот, это выражение. Значит, что у нас получается? Знаменатель преобразуется. Здесь у нас математическое ожидание N квадрат, а N квадрат мы представляем каким образом? Мы берем основной получаемый сигнал D и из него вычитаем, вычитаем истинный сигнал, получаем вот этот самый N и Т. И в результате это будет сумма, математическое ожидание суммы квадратов N и Т. Так? Нет, не так. Нет, так. Сумма квадратов N и Т, значит, вернее, нет, квадрат, квадрат этой суммы N и Т. Вот же, сумма и квадрат, да. Вот так. И теперь раскрываем этот квадрат суммы. Значит, это будут квадраты самих суммируемых величин и математическое ожидание их попарных произведений. Ну, поскольку они не коррелированы, да, ну, в силу линейности математического ожидания это раскладывается в две, в две такие, значит, эти самые, в два математических ожидания. И поскольку они не коррелированы, то, по нашему предположению, то вот это оказывается нулевая вещь. Значит, получается, что здесь это математическое ожидание M, M раз взятое в сумме от математического ожидания дисперсии шума, потому что он же у нас имеет нулевое среднее. Ну, и в результате такой нехитрой вообще вещи мы получаем M на отношение P от XY. То есть у нас P от XY была вот эта мощность сигнал-шум, а в результате операции осреднения мы увеличили отношение сигнал-шум в M в M раз. Ну, поскольку это отношение квадратов, то, значит, говорим о том, что в корень из M раз вырос сигнал-шум. Ну, теперь, если вы поговорите с какими-нибудь радистами, там, специалистами, инженерами, которые занимаются техническим решением этих задач, скажете, что у нас, да, вот мы там четыре изображения сложили, у нас сигнал-шум вырос вдвое, корень из четырех. А если вы скажете, что вырос там в три раза, то они вас скажут, ну, это фантастический результат, это замечательный результат. Потому что наша радиолокационная станция будет теперь различать, отличать, что это какой-нибудь летит летательный аппарат или это стая гусей. Понимаете? А до этого не различало, потому что вот такие были низкие отношения сигнал-шум. А теперь вот стало различать. Вот. Итак, резюме по этому шагу, что мы использовали сложение изображений для снижения шума. Отлично. Значит, ну, это вот здесь расписано то, что мы сейчас с вами уже проговорили. Вот. И... Да, и переходим к вычитанию. Вычитание изображений. Вот здесь сказано удаление нежелательного образа из изображения. Медленно меняющийся фон, периодический шум, другие аддитивные помехи. Определение изменений между двумя изображениями одной и той же сцены. Вот, давайте посмотрим хороший пример. Что здесь изображено? Здесь изображено результат ангиографического исследования. Ну, наверное, может быть, вы слышали про эти вещи. Может быть, даже кто-то их на себе испытал. А именно, вот здесь изображены сосуды мозга. Нужно увидеть сосуды мозга каким-то образом, с помощью рентгеновского аппарата. Вот рентгеновский аппарат, там, за счет того, что ткани какие-то просвечиваются лучше, какие-то хуже, там, дает вот такую картину. А вы хотите вот в этой картине увидеть, как устроены сосуды мозга. Для чего смотрят сосуды мозга? А вот их смотрят для того, чтобы понять, там есть инсульт, нет инсульта. Если инсульт можно диагностировать по рефлексам там, но нужно же увидеть, в каком месте это что. Потому что сейчас медицина позволяет уже какое-то вмешательство, прямо в этот мозг чего-то сделать, и это, значит, как-то помочь пациенту. Вот надо увидеть эти сосуды. Что для этого делается? Для этого вводится так называемое контрастное вещество. Оно вводится, просто делается укольчик в вену. И дальше это вещество, вот в рентгеновских, так сказать, лучах, оно каким-то образом, каким-то образом меняет вот эту картину. И, естественно, она меняется только в сосудах. Значит, если мы берем одно изображение, берем другое изображение и смотрим их разницу, то мы увидим эти самые сосуды. Вот здесь изображение, которое, значит, с контрастным веществом, сделано вычитание, ну и, по-видимому, сделано обратное, негативное. То есть, там, где разница была большая, а, нет, наверное, это и есть разница, да. Вот этот белый, что означает свет? Что между вычитаемым, ну, между двумя этими картинками разница в этом месте, разница яркости большая. И, кстати, тут ясно, как поступить с тем, что она, получается, отрицательная или там положительная. Модуль, конечно, нас интересует. Нас интересует абсолютное значение этой разницы. Вот. И вот, пожалуйста, смотрите на эти сосуды и любуйтесь, и принимайте решение. Но, если говорить о реальной задаче вот такой ангиографии, ангиографии, то здесь есть же усложняющие обстоятельства. Потому что, потому что, как известно, сосуды-то нужно смотреть не только в мозгу для того, чтобы определить вот эти самые инсультные дела. А нужно смотреть в сердце. И, как вы понимаете, разница между мозгом и сердцем, с точки зрения математической, какая? Мозги лежат себе на столе, и, как говорится, ничего с ними не происходит. А сердце же оно не стоит. Оно постоянно шевелится. И если вы скажете, давайте мы снимем вот это сердечко сначала так, а теперь снимем сердечко вот так, и вычитаем сосуды, которые на одной фазе сердца и на другой, они абсолютно далеки друг от друга. Что нужно сделать, чтобы создать кардиотомограф, который сейчас есть практически во всех поликлиниках? Как думаете? Представьте себе, что ситуация развивается 20 лет назад, когда еще и томографов нет. И вы должны осчастливить человечество с тем, чтобы сделать томографы, которые будут видеть сужение сосудов сердца. А сужение сосудов сердца, чтобы вы понимали, там картина такая. Если площадь сечения сосуда, вот по этим картинкам можно измерять площадь сечения сосуда. Видно, где есть сужение, и сказать, ага, вот тут сужение, значит, кровоток уменьшается. Насколько уменьшился? Ну, вы же понимаете, что если у вас есть ширина, то вы просто в явном виде оцените уменьшение кровотока. 50% уменьшения, угрожающая ситуация, инфаркты и прочее. Давайте человека на какую-нибудь операцию. Тогда раньше делали, это называлось шунтирование, потом стали делать стентирование. Но факт то, что это надо увидеть. Как увидеть это на сердце? Увидеть это можно единственным образом. Благодаря тому, что сердце бьется не один раз, а все время бьется. И ваша задача таким образом синхронизовать съемку, чтобы вы могли поймать один и тот же кадр в абсолютно одной и той же фазе. То есть, вот у вас вы снимаете сердце, и потом вы даете и специальное, так сказать, синхронизационное, ну, грубо говоря, водитель-оператор автоматический, который подстраивается под пульс сердца и очень точно снимает одну и ту же фазу. Сначала эту фазу снимает без введения контрастного вещества, а потом с введением контрастного вещества. И эти две фазы моментально показывает. И все, там все очень просто. И после чего врач берет обычную линейку, ну, на самом деле, поскольку это в компьютере, то, естественно, это делается под введением курсора, и тут же определяет степень проходимости этого сосуда. И тут же говорит, а пациент у него на столе лежит. Он говорит, уважаемый, мы видим, что у вас 40% всего проходимость сосуда, вам надо его исправить. А как можно исправить? А можно вставить в этот сосуд трубочку. Сосуды, интересная вещь, что человек устроен так, что вот даже, будь то там субтильные женщины или крупные мужчины, или даже подростки, ну, уже, так сказать, достаточно крупные, ширина сосудов очень близка друг к другу. Несмотря на разные размеры, ширина коронарных сосудов примерно, ну, очень не сильно, очень немного отличается. И тогда они затаскивают в этот коронарный сосуд специальную трубочку. Раз ее расправляют. Вот если среди вас есть дачники, которые знают, как строят заборы из сеток, да, вот так из такой сетки сделана трубочка, она заводится, щелк, расставляет сосуд. Человек встает, он даже не выключен на сознание, он лежит и смотрит, как на экране вот это его сердце колосится. Вот. И говорят, что все, до свидания, идите домой. Ну, правда, некоторые воспринимают все буквально. Известен случай, когда человек через три дня побежал в марафонскую дистанцию и умер. Но это, конечно же, экзотический случай. Хорошо. Итак, значит, ангиография, вот пример, как вычитание изображений работает и позволяет, позволяет, значит, визуализировать вот такие вещи. Значит, с вычитанием мы разобрались. Мы еще пример с вычитанием. Вот пример с вычитанием, который я из своего опыта взял. Значит, вот у нас есть ладошка, значит, вот есть у нас картинка фона. Вот это вы вставите ладонь, делаете картинку. Ну, это видеокамера, поэтому там просто синхронно мы выдергивали нужные кадры. Брали вычитание из этого изображения фоновое. Ну, и потом еще немножко его контрастировали. Вот получаете уже хорошую модель ладошки, которую можно дальше обмерять и так далее. Значит, здесь, как видите, вот вычитание сделано для тоже сегментации выделения объекта. Умножение изображений. Ну, это выглядит вообще непонятно. Какой смысл в умножении изображений? Ответ очень простой. Это умножение на маску. Умножение на маску. Что такое маска? Маска – это бинарное изображение, которым два цвета соответствуют вот чему. Один белый цвет – это выделение области, выделение объекта интереса, а черный соответствует кону. Вот. И умножение, значит, если черный – это нулевой, а белый в бинарном изображении считать единицу, то это получить изображение, которое из исходной картинки выделит вот такую часть. Ну, вот здесь приводится пример. Пример. Это картинка сечения шеи человека и смотрят… Из книжки я взял, значит, смотрят эти самые аорты, сосуды шеи такие мощные. Вот. И вот нужно посмотреть, значит, вот сечение этого сосуда. Собственно, умножение. Ну, вот я вам покажу гораздо более такой, ну, элегантный, красивый пример, понятный пример, который состоит вот в чем. Вот у нас есть… У нас картинка есть. Вот сфотографирован человек в так называемой зеленой комнате, или иногда это синяя комната. Это на фиксированном фоне. Вот здесь женщина снята на зеленом фоне. Что мы делаем? Значит, вот средствами уже, которые вам доступны сейчас, вы уже умеете это делать. А именно, мы говорим так, значит, в самой этой женщине зеленого цвета нет. Поэтому все, что зеленое – это фон, все, что не зеленое – это персонаж на картинке. Определить мы берем зеленую компоненту изображения RGB, и смотрим там, где есть зеленый, объявляем это белым, а там, где нет зеленый, объявляем черным. И получаем вот такой силуэт. Ну, один… Сейчас, секунду. Нет, вот это мы объявили персонажа белым, а фон черным. А потом из него сконструировали негатив. Вот такой. А теперь мы можем что сделать? Мы можем умножить вот это изображение, умножить на вот это изображение. Что мы получим? Мы получим нашу героиню, уже абсолютно, так сказать, выделенную из объекта. А дальше что мы делаем? А дальше мы говорим, а возьмем-ка мы какую-нибудь красивую панораму города Рима. И умножим эту панораму на вот эту картинку. В результате в этой панораме образуется дыра черная. А мы перед этим умножением мы выделили, выделили вот эту самую женщину. Это преподаватель этого самого. Сурдопереводчик из Индии, насколько я помню. Вот. И мы складываем эти две картинки. И что мы видим? Мы получаем, что она показывает свой сурдоперевод на фоне соборов Рима. Вот комбинация, которую вы, если посидите час у телевизора, наверняка вы встретите что-то подобное. Или там посмотрите всякие фильмы с художественными эффектами. Значит, смотрите. Здесь у нас использовалось умножение для создания маски. В смысле умножение после создания маски. И сложение, негативное отображение, что мы с вами в позапрошлую лекцию видели. Ну, короче говоря, все операции понятны, и вот это вы легко можете сделать. Значит, в принципе, для этого особо ничего не требуется. Единственное, что, когда человека предупреждают, что будешь сниматься на зеленом фоне, он должен прийти, в его одежде не должно быть ничего зеленого. Значит, проколы случаются. Я лично видел, когда диктор рассказывает про погоду, а за ним там Москва, машины есть. И видно, что у него на груди, на галстуке машины мелькают. Значит, потому что было на галстуке зеленое пятнышко, видимо. А он его не обратил внимания. Ну, вот, значит, это такая штука. Дальше пошли. Деление изображений. Вот это уже абсолютно невозможно вообразить. Для чего можно делить изображение? А между тем, за 20 минут до нашей лекции, вот Викторией Смирновой мы обсуждали использование деления изображений для решения важнейшей задачи, связанной с адмиралом Литки. Вот, которого я вам... Адмирал Литки, которого я показал вам рукопись вначале. Да. Ну, на самом деле, не с самим адмиралом, а с его рукописями. Да. Значит, смотрите, о чем тут идет речь. Вот у нас есть... Есть изображение, в котором... Неравномерная освещенность. Вот, посмотрите. Например, представьте себе, ну вот эта стена, вот она хорошо видно. Вот этот правый нижний угол, он очень хорошо освещен. Там окно открыто все. Вот. А вот этот левый верхний темноват. И нижний тоже. И вот мы... Теперь представьте себе, что мы должны сделать... Вот у нас есть фотография, где сидят вот наши коллеги вдоль стены. И мы сделали эту фотографию, и теперь нам нужно выделить этих людей, ну, отделить их, вот, например, для той же задачи, там, синтеза чего-то, отделить их от фона. Как мы можем это сделать? Мы можем выставить порог бинаризации, как мы это обсуждали в точечных изображениях. И выясняется, что если мы выставляем порог разного уровня, у нас может получиться, что если порог выставлен так, что очень он низкий, то у нас вся стена белая, вот, значит, Юля, Яна. Ну, да, простите, ну, еще не все запомнили. Вы всего второй раз пришли. Вот. Значит, как третий? Яна, второй. Так вот, так вот, смотрите. Ладно, разберемся. Значит, что получится? Что тот угол засвечен, и... Но вот этот угол хорошо виден, а тот засвечен, и Яну практически, она теряется на этом белом фоне, потому что она тоже очень... Если мы порог повышаем, и тем самым, значит, тот угол становится более темным, более контрастным, все, но в этом углу просто сплошная чернота. То есть, получается, невозможно выбрать единый порог, чтобы все части картинки хорошо были, хорошо контрастировали. И тогда гипотеза о яркости, об освещенности, она здесь может быть вот отработана, смотрите, каким образом. Значит, мы считаем, что изображение, оно представляет собой как бы некую такую априорную, хорошую, правильную картинку, умноженную на низкочастотную помеху. То есть, вот именно такой какой-то... Ну, вот стенку, который тот край светлый, этот темный, и оно, в общем, так достаточно равномерно меняется, вот эта яркость. И тогда мы говорим, что если мы поделим полученное нами изображение вот на эту низкочастотную компоненту, то мы получим, получим исходное. Ну, если у нас мультипликативная модель вот такого воздействия, то, естественно, вот это поделить на это, получишь это. Но вопрос, а откуда возьмется вот эта вещь? И что, значит, как она будет выглядеть? Потому что можно предположить, что если вот это в чистом виде такое произведение, то здесь величины какие-то, ну, где-то между нулем и единицей там. А мы же хотим интерпретировать это как изображение. Короче говоря, значит, вот идея состоит в том, что нам нужно каким-то образом построить вот эту компоненту и произвести деление, которое представляет собой то, что называется нормализацией. Вот мы сейчас это проделаем. Здесь пример приведен. Это как раз вот та же самая картинка с рентгенограммой сечения шеи. Вот здесь как раз показан результат улучшения. Видите? Вот какие-то слабо контрастные вещи, они вдруг стали хорошо видны за счет вот этой самой модели. Давайте посмотрим, как это может быть сделано. Вот здесь на другом примерчике. Как раз пример вот близок к тому, что я говорил про эту стенку. Вот у нас есть зернышки, снятые неравномерным освещением. Вот здесь темный угол, а здесь вроде посветлее. Здесь тоже темный, здесь посветлее. Вот. И мы хотим вот модель освещения сделать как бы вот такую картинку, в которой мысленно, виртуально вот эти зернышки считаем, что убрали, а получили вот как бы абсолютную истинную картину освещения. Как мы ее можем получить? Ну вот, например, пример здесь. Вот мы взяли эти точки, которые находятся на фоне, то есть не на зернышках. И по этим точкам, считая, что в каждой точке есть известная яркость, мы взяли и, ну, каким-то образом аппроксимировали эту функцию двух перемен. Вот на этом квадратике аппроксимировали яркость, вот как функцию двух перемен. Вот. После чего берем исходную картинку, делим на эту картинку. Ну, в точках фона везде будет единица, а в точках этих будет какая-то, ну, величина больше единицы. Ну, для того, чтобы это визуализировать результат, мы еще после деления, ну, приведем это, растянем изображение по яркости. Ну, умножим на сколько-нибудь там, на стол, например. И получаем картинку, чем отличается вот та правая картинка от этой картинки? Она отличается тем, что там все зернышки, вот если там сделаем пороговое отсечение, то все зернышки появятся одинаково и очень хорошо. А здесь будет вот выбор пороговый проблемный, потому что яркость вот этих зернышек, вот в нижней части картинки, она соизмерима с яркостью фона наверху. И выбрать единый порог, чтобы они все выделились, невозможно. А с помощью вот этого вот построения модели фона и нормализации, деления на нее, ну, и соответствующий там для визуализации коэффициент умножения, получается вот такая уже хорошая картинка. Вот, вот для чего и мы используем это, Вика, для нашей цели. Мы построим, вот мы берем страницу вот этого самого дневника, мы можем получить средние яркости, в принципе, четырех точек может быть достаточно. Ну, можем еще какие-то промежуточные взять. И построить модель освещенности, после чего отнормируем и получим уже... Я надеюсь, что мы получим картину освещенности не для одной единственной страницы, а вообще для универсальной. Это, конечно, снимали в одинаковых условиях. И если мы построим такую модель, может, она сработает, у нас все эти полторы тысячи страниц станут хорошо читаться. Ну, вот здесь приведен пример. Пример для какой задачи. Вот для какой задачи. Смотрите. Вот как по яркостям каких-то отобранных точках... Вот мы тут набрали, вот крестиками помечены эти точки. У нас есть яркость. Как по ним построить модель яркости? Это функция двух переменных. Ну, самая простая идея, собственно, простая и универсальная. Это взять и построить в виде многочленов. Вот у нас будет многочлен второй степени. О двух переменах. Ну, можно предположить, что вот когда мы ведем речь о вот таких изменениях яркости, это не очень такая прямо какая-то крутая нелинейная зависимость. Вот функция, вот считая, что яркость – это как бы высоты. Здесь, ну, вот этого функции двух переменных – это какого-нибудь там параболоида. Вот если яркости считать как бы торчащими столбиками, иголочками, то вот эта вот поверхность, она, скорее всего, поверхность второго порядка вполне достаточна для вот такой описания яркой освещенности такой стены. Вот. И мы берем и говорим, вот у нас это самое будет, это будет вот этот поленом. Поленом второй степени от двух переменных. У него шесть коэффициентов. Вот они здесь написаны. Наша задача – оценить эти шесть коэффициентов. И у нас есть точки известными координатами, и в этих точках известны яркости. Вот то, что мы намерили, известны яркости. Вот. Наша задача по вот этому множеству точек определить коэффициентного поленома. И это называется аппроксимация по методу наименьших квадратов. Как мы аппроксимируем? Мы говорим, мы должны подобрать такой поленом, чтобы его значения вот в этих точках x и y и по возможности минимально отличались от тех значений яркости, которые реально есть. То есть мы хотим описать ошибку поленома, аппроксимирующую вот таким образом, как сумма отклонений во всех точках, сумма квадратов отклонений, и минимизировать эту ошибку. Ну и все. Значит, минимизация такой функции, обратите внимание, что это функция от пяти переменных, от шести переменных, но это функция без ограничений. То есть выбор коэффициентов может быть любым. Значит, функция второго порядка. Значит, берем и приравниваем нулю все частные производные этой функции. А как эти частные производные выписываются? Это функция второго порядка относительно коэффициентов поленома. То есть это получается система линейных уравнений. И это классический метод аппроксимации поленомами второго порядка. Вот. И получаем вот эту модель фона. Я думаю, что вот мы должны будем такую вещь как раз реализовать применительно к этому самому дневнику. Ну вот. На этом, как говорится, алгебраические операции мы закрываем этот вопрос. Значит, что можно сказать? Конечно же, вот вопрос выбора правила постобработки после сложения, вычитания, деления, умножения, когда вы хотите результат визуализировать в виде изображения. Но это значит, что все пиксели должны иметь целочисленные яркости. и лежать в диапазоне, ну, в данном случае, как мы говорим, типовой вариант 0,255, они оказываются вне диапазона, они оказываются, значит, не целыми там. Это уже вопрос конкретного приложения. Где-то, действительно, ставшие отрицательными яркости, вы полагаете равными нулю, а где-то вы говорите, нет, нас интересует модуль, и вы, ну, нас интересует абсолютное значение разницы, и тогда вы берете модуль. Вот. Это все на самом деле делается таким на уровне простого, здравого смысла. Ну, вот, операции такие, значит, вот, очень полезные и практически, практически достаточно легко программируемые. Ну, теперь давайте поговорим о геометрических, геометрических операциях. И вот я вам покажу такую замечательную картинку. Ну, я думаю, что сейчас такой картинкой никого не поразишь, потому что, потому что же есть просто в интернете такие простые приложения, где вы можете взять фотографию там себя и Алена Делона какого-нибудь или еще кого-то из великих красавцев и и построить все промежуточные фазы, значит, превращение их даже, как бы, дать некоторые рекомендации, что нужно сделать, чтобы стать, как Ален Делон. Вот. На самом деле все это делается... Вот эти картинки у меня это очень древние картинки, ну, насколько древние. Это, это, ну, лет двадцать назад один мой студент защищал дипломную работу, он сделал фотографии всей своей группы и демонстрировал видео, где вот последовательно все лица морфировались одно в другое. Мальчики, девочки, там, в общем, ну, группа была все-таки такая не очень большая, но человек 12 там было. И вот, вот такой пример, пример преобразования. Вот парень начальной фотографии, вон там девушка, и вот промежуточные фазы. Как построить такой морфинг? Ну, можно сказать так. Давайте построим линейное преобразование. Линейное преобразование, а именно точечное преобразование. Параметризуем вот это вот все время. Это будет от нуля до единицы. И для каждого момента t яркость пикселя определим как яркость соответствующего пикселя отсюда, умноженная на единица минус t плюс пиксель отсюда, умноженная на t. t от нуля до единиц. Получили линейную линейную звезь, да? И прогоняем вот отсюда туда получаем промежуточные карты. Вопрос, получим мы такое вот такую замечательную последовательность или нет? Как вы думаете, где будут ошибки? Здесь какие-то белые точки с черными. Да где тут нету черных точек? На лоботах, на антикоплем. Где? На контурах. Ну, на кону. Почему они смотрите, лица-то примерно такие. совершенно верно. Вот здесь вот будут видны четыре глаза. Ну, конечно, если так можно подобрать идеальные лица, что вот, ну, глаза абсолютно вот в одном и том же месте и все. Вот. Можно подобрать. Но на самом деле у людей разные. Вы, ну, те, кто носит очки, наверное, знают, там, расстояние между зрачками у каждого известное, да? Но мало того, что расстояние разное, они еще по высоте могут разные быть. Вот. И они могут же быть еще отличаться чем? Размерами. Да, размерами ресниц, в конце концов. Это же тоже важно. Короче говоря, выясняется, что вот такое лобовое решение, где, где вы просто смешиваете эти две картинки, оно не работает. Оно не работает именно потому, что, ну, вот, на примере глаз очень легко это понять. Глаза расположены на разном расстоянии, даже небольшое отличие по высоте. Хорошо. Уголки рта тоже самое. Вот у парня явно, явно рот шире, чем вот у этой девушки. Значит, получается, что вот здесь они будут тоже видны. И по высоте могут короче говоря, не годится вот такое лобовое смешивание. И тогда возникает идея. А идея какая? Если бы мы могли могли контуры лица лица вот к этой серединке, значит, ну что нужно сделать? Ну вот это лицо надо немножко сжать, брови переместить, глаза, ноздри, ну короче говоря, немножко переместить в другие точки, но в какие точки, а в такие, в которые и это лицо мы переместим эти точки. есть нам нужно совместить зрачки, к примеру, раз, что еще? Совместить уголки глаз, совместить уголки рта, и после этого пожалуйста бери и смешивай, действительно смешивай. Значит здесь допустим губы серые, там красные, а здесь они будут такие розовые, да, но важно, что они будут совпадать. И вот тогда, хотя идея это понятно, что нужно совместить вот эти самые углы, но как это сделать? И тогда мы вытаскиваем слово геометрические операции, геометрические. Мы говорим следующее, что нам нужно написать преобразование вот этих ключевых точек, которое должно привести, вот надо написать преобразование, которое приведет ключевые точки какие-то этого лица за вот это время от нуля до единицы непрерывным образом в точке этого лица. каким образом? Какие это точки? А это точки, вот действительно их не так много. Ну, вы не знают, полтора десятка точек на каждом лице, вы легко обозначите, которые и тут, и тут будут те же самые точки. и ваша задача написать преобразование, которое будет переводить непрерывно точку с координатами здешними в точку с координатами вот этими будет линейно, допустим, переводить. Вот параметризованно этим параметром t. И когда мы, если мы посмотрим теперь как эти 15 точек перемещаются туда, вот на каждой картинке они будут здесь расположены в определенном месте. И вот теперь, когда у нас есть преобразование этих точек, вот тогда мы говорим, что вот для этой промежуточной фазы мы будем, преобразовав эту картинку по ее критическим точкам, будем уже смешивать, вот как мы говорили о том, что просто линейную смешивать яркость. Вот здесь именно это проделано. То есть получается, что у нас как бы двухфазовое преобразование. Сначала мы перемещаем, пишем преобразование перемещающие точки, которые отобраны как важные фиксированные точки, а потом уже делаем вот эту смесь яркостей. Вопрос о том, как выбрать эти критические точки, как написать преобразование, ну, вернее, как написать преобразование несложно, если это одни и те же точки отобраны. Но сейчас, конечно, есть программное обеспечение, которое эти вещи делает на автомате. То есть, в принципе, сейчас вот программы, которые такую вещь производят, они существуют. Но если мы говорим об общезначимой части геометрических операций, то мы ведем речь вот о чем, что у нас есть изображение, которое мы должны преобразовать в соответствии с неким геометрическим преобразованием плоскости. Это что значит? У нас есть координаты нового пикселя, они осуществляется перевод в соответствии, как преобразование плоскости. Вот здесь изображен поворот. Это может быть поворот, это может быть линейное, афинное, не афинное, нелинейное, все что угодно может быть. То есть, мы просто аналитически пишем перевод яркостей, в смысле перевод пикселя с координатами в одной точке, он отображается в пиксель с координатами значит на другой картинке. Вот. Ну и казалось бы, а в чем тогда проблема? Пишите х' равняется f от xy, y' равняется g от xy, и вот, зная вот это преобразование, вы можете брать и вот пикселить и переводить в пикселите. И это было бы действительно просто, но у нас же дискретная решетка. у нас пиксели одной решетки и пиксели другой решетки. И если мы хотим перегонять с помощью каких-то формул пикселя отсюда туда, то мы должны позаботиться о том, чтобы сохранилось формат изображения. То есть, что целочисленные точки прообраза попадают в целочисленные точки образа. ну, это мы скажем, это мы можем сделать, наверное, там округлим в крайнем случае. Но мало этого, нам нужно, чтобы каждая точка образа, чтобы в нее попал кто-то из прообраза. а это уже совсем не очевидно. Это совсем не очевидно. Как сделать? Вот вам пример. Вот вам пример какой-нибудь. Ну, да, вот это геометрическая операция. Вот замечательный пример. Значит, вы берете и просто растягиваете изображение вдвое. Ну, почему бы такую шутку не сделать? Вру. Ну, сжимаете частично. В общем, вы берете изображение и не просто сейчас мы попробуем не будем. Значит, мы попробуем, мы можем, ну, это не просто вот растянуть и сжать, а растянуть и немножко еще вот что-то такое повернуть. Вот, собственно говоря, вот здесь вот схемные изображен пример. Смотрите, вот у нас четыре пикселя. Каждый пиксель имеет какое-то в соответствии с формулами. Его координаты вычисляются на новом месте. Они вычисляются на новом месте, там они не целые, мы их, значит, округляем там. И в результате что получилось? Вот эти два пикселя попали сюда после округления. А эти два попали вот так. Что получилось? Вот это изображение из четырех пикселей превратилось в искаженное изображение из четырех пикселей. Почему? Ну, потому что вот про этот пиксель ничего не известно. А сюда два отобразились. Ну, два можно сказать, ладно, какой-нибудь один из них, это в конце концов не страшно. А вот то, что здесь дыра в этом изображении, то есть неопределенная такая зона, это очень плохо. То есть получается, что если у вас есть формулы, которые переводят одну картинку в другую, х штрих равняется f от x y, y штрих равняется g от x y. Все, бери, пересчитывай, заполняй новую картинку, в ней дыры. Потому что в некоторых пикселях никто не отобразился. Что делать? Ну, черным цветом получается шум, вот как мы рисовали соль с перцем или что-то такое. Это потому, что я нарисовал такую картинку с маленькой дырочкой. А там могут быть такие провалы какие угодно. Понимаете? получается, что сама идея, что вот мы берем пиксели образа и приводит к дырам. Вы правильно сказали. Нужен какой-то алгоритм, который эти дыры зальет чем-то. Да. Это одна идея. А есть еще одна идея. Идея обратное отображение. То есть мы сканируем не как вот было прямое вот предыдущая картинка. Что мы делали? Мы брали прямую картинку, сканировали ее пиксели и для каждого искали свое отображение в его образе. А с чем состоит обратная идея обратного отображения? Сканируем образ и для каждого пикселя находим здесь прообраз. То есть дыр здесь уже не будет. Потому что мы для каждого найдем прообраз. Но вроде бы хорошее дело, но нужно же найти обратную функцию. Даже если вот это, как я сказал, у вас в явном виде есть функция f и и в этом отображении, то найти обратную, даже если аналитические они заданы, это совершенно не очевидно. А они заданы не аналитические, допустим, они заданы какой-то моделью, алгоритмом, который, ну, в принципе, сама постановка о том, чтобы найти аналитическую обратную функцию, она бессмысленна. Вот. Значит, что-то надо делать. Сейчас поговорим, чего можно сделать. Но идея понятна, что при обратном отображении вот этого эффекта дыр не будет. нужно придумать, как для каждого пикселя здесь найти про образ. Либо, вот как подсказал коллега с первого ряда, значит, это именно сделать прямое отображение, а потом образовавшиеся дыры залить соответствующим соответствующим каким-то средневзвешенным цветом. Да, ну вот тут пример, показан пример, растяжение, это вот такое отображение, х-штрих равняется 2х, y-штрих равняется y. Вот у нас при прямом отображении у нас будут дыры, такие, полоски прямо черные, а при обратном у нас будет все лучше гораздо, но единственное, что вот цвет вот этих двух пикселей отобразится уже вот в эти две колонки, ну и этот эффект мы знаем, если начинаешь увеличивать, там появляются квадраты, которые значит видна структура, что именно вот такой образ, таким образом идет масштабирование. Вот, ну ладно, значит пошли посмотрим какие рекомендации у нас есть для заливки вот этих самых, для заливки этих самых дыр. Интерполяция. Интерполяция. Значит о чем здесь идет речь? Вот допустим нам нужно обратно в случае обратного заполнения, использование обратного отображения. Вот у нас образ. Мы берем вот этот пиксель, вычисляем для него координаты прообраза. Это вот некоторая точка, которая естественно никакая не целая ну какой есть вариант. Мы можем сказать вот кому она ближайшая тот свет и дадим. Вот. А можем сказать давайте посмотрим вот ее соседей и сделаем здесь интерполяцию. небось это где-то вы изучали такие интерполяции в каком-нибудь курсе ой даже боюсь сказать где изучали методы всякой вычислительной математики в первом втором численные методы вот задача интерполяции функции по функции двух переменных линейная интерполяция нелинейная интерполяция билинейная интерполяция слышали такие слова не все слышу я вижу что слышали точек ну короче говоря это это все задачи которые восходят ну вот именно вот этим базовым базовым алгоритмом вычислений по-моему я тут какую-то идею нарисовал значит это 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 что здесь за пример вот я посчитал все-таки полезным рассказать вам что такое биленейная интерполяция но на самом деле на самом деле все-таки тут изображен случай который не очень может быть реально полезно а вот вот смотрите если мы допустим вот у нас есть условно 4 пикселя прообразить и вот в картине в в реале там масштабирование что-то увеличено что-то геометрически повернулась вот эти вот пиксели 1 2 3 4 они оказались вот и 1 2 3 4 вот и здесь между ними эта решетка вот устроена вот таким образом то есть получается что нам если мы делаем прямое отображение то у нас вот из этих четырех пикселей в этой картине будет всего 4 всего пиксели закрашены и все что там остальное будет черные пятна ну по крайней мере это будет зона неопределенности надо бы и закрасить чем-то ну вот есть два варианта простых значит первый вариант это с помощью триангуляции вот мы берем треугольник и говорим что каждый пиксель внутри этого треугольника является линейной комбинации координат вершин да и взвешиваем и получаем а у каждой из этих вершин есть яркости и получаем яркость которая вот заполняет в это предлагали да судя по вашему вашей коммуникации да это очень хорошая идея и она вполне так сказать работает вот получается вот можно такие два треугольника залить вот эта идея линейной интерполяции но для этого правда эту триангуляцию надо построить вот но а интересно вот если я предложу вам написать сразу формулы для линейной интерполяции функции двух переменных внутри треугольника слабо написать сапки вот у нас пиксель п значит нужно написать пиксель п как линейную комбинацию p1 плюс бета п 2 плюс гамма п 3 и не просто линейную комбинацию а выбухлой комбинации то есть чтобы все альфа бета гамма были больше либо равны нулю да так он и есть симплекс это треугольник выпуклой координат альфа бета гамма важно то что эти альфа бета гамма единственным образом вы находится вот из условия что их сумма равна единице вот это первое и второе и тогда когда нашли то уже мы яркости яркость в точке п мы определяем как альфа на яркость точки 1 плюс ну короче говоря вот такая такая взвешивание функции это это вещь возвращаясь задачи вот восстановление фона вот который я говорил сегодня это вот тоже тоже значит возможно возможно использование то есть фактически это вот у вас есть значение функции в каких-то точках нужно заполнить промежуточные точки а здесь нарисовала на картинке биленейная интерполяция но биленейная интерполяция мне очень нравится ее вот такая модель которая здесь нарисована в виде таких ну можно сказать цирковой некоторой конструкции вот смотрите значит речь идет о чем что вот у нас четырех точках известно четырех точках известное значение функции ну в данном случае вот эти четыре точки вот и вопрос как заполнить точки уже не в двух треугольниках а заполнить все точки внутри соответствующего выпуклого четырех угольника мы представим себе двух двух этих самых коннотоходцев которые идут вот по этим двум по этим двум дорожкам вот и они соединены соединенные линии идут равномерно прямолинейно соединенной линией на которой на которой вот их высоты линейно интерполируется и вот эта линия она заметает поверхность которая которая образуется интерполирующая поверхность это поверхность второго порядка не понял это вот вот и вот плоскость изображения вот это в пиксели которые имеют координаты x y а это их яркости и и яркости заливают вот эту вот эту самую поверхность второго порядка которая является а вот интересно то что это поверхность второго порядка понятно почему потому что это линейно по этим координатам и это линейно а по второй координате тоже линейно значит это получается произведение двух линейных форм то есть это военность второго порядка а что это будет за поверхность вот так сразу вот из этой модели циркачей можете сказать кругленькая в ней прямая лежит и это гиперболоид это гипер был и потому что это поверхность второго порядка в которой лежит лежит прямая прямая линия ну ладно это так сказать тонкости будем говорить технически а сущностная вещь вот какая что при при геометрических преобразованиях вопрос построения обратной обратного преобразования достаточно сложен может быть и слишком громоздкий поэтому можно попытаться отобразить прямую но потом сделать заливку дыр заливку сделать через всевозможные варианты интерполяции линейной интерполяции нелинейный вот и такая вещь может быть полезной а какая вообще может быть поле ада а для чего это в конечном счете нужно ну вот вот то что мы с вами обсуждали преобразование лист на примере на этом вот у вас есть если вы написал выделили вот эти критические точки там глаза рот вот все и и вот вы написали линейное преобразование этих положений для критических точек начальное положение в конечное и вам нужно для каждого промежуточного кадра сделать вот эту вот смесь пикселей а для этого нужно вычислить яркость прообраза каждого пикселя в промежуточной картинке в исходном первом и в исходном последнем и посмотреть ну смешать их яркости вот там вы используете вот эти алгоритмы интерполяции это здесь показаны что при при таких интерполяции ну там возникают всякие эффекты вот на текстурах на текстурах возникают всевозможные тут муаровые эффекты так называет а для задачи распознавания образов это скорее изображение это скорее всего не очень актуально это для компьютерной графики существенно а вот приложение интересно он кстати тоже про текст значит это приложение которое вот был был у нас студент один который писал на эту тему диплом и даже и даже кандидатскую диссертацию защиту это было давно это было где-то году в десятом одиннадцатом и он сейчас какой-то большой лидер в обе компании обе так вот задача ставилась именно тогда так вот есть есть у вас эти самые есть картинка изображения нужно распрямить чтобы программа fine reader могла могла читать но для этого вот для этого использовалась вот геометрическое преобразование которое надо было построить то есть надо было придумать преобразование формульная которая переведет в выявленные вот эти вот кривые линии переведет прямые и значит ну вот такую задачу он решил а вот задача которая решала девочка гораздо позже для значит здесь здесь вот о чем шла речь вполне практическая задача курьер который занимается доставкой развозит там какие-то продукты какие-то товары и у и он ему дают накладную и он чтобы не ну он должен накладную смысле как это называется товарные чеки все такое привести в офис для того чтобы ускорить все процессы он это фотографирует на телефон и отсылает в офис и задача состояла в том чтобы сразу из этой фотографии загонять все в базу данных но естественно съемки которые проводились в этом в условиях где он там на складе чего-то там получил эти бумаги естественно там не было ни сканера ничего нужно было щелкнуть и отправить и там нужно было этот документ который приходит в виде искаженной фотографии нужно его было разобрать и загнать в базу данных и вот эту фотографию нужно было выправить вот у нас дипломница занималась такой задачей но вот она просто это пример видите вот снят каким-то таким образом изогнутый календарь вот было проведено автоматическая разметка углов таблицы и вот эти углы выпрямляли в прямолинейную прямолинейную конструкцию но вот один из примеров удачных как у нее это все получалось то есть эта задача тоже геометрических преобразований так на этом тема нашего сегодняшнего разговора закончена мы берем берем список и быстро и аккуратно смотрим кто же нас сегодня посетил арест арк